Добрый вечер, дорогие друзья! Итак, мы начинаем 9 урок. Сегодня у нас немного поменьше, уже стало 12 человек. Итак, начну с того, что хочу показать пример, который сделал наш ученик с конструкциями, которые мы не приходили с ником Sigur. Что же за пример такой? Как мы помним, мы писали однорукого бандита на 7 уроке. Здесь есть такой неплохой код. Частично мы сегодня будем разбирать похожие конструкции. Обратите внимание, давайте я вам скину ссылку в скайпе. Да, немного приболел, но ничего. Так, в общем, на что здесь надо обратить внимание. Здесь задаются две процедуры. Так называемые лямбда-выражения или другими словами они называются еще делегаты. Все это является, то есть на собеседовании даже есть такой вопрос, а что такое делегат или что такое лямбда-выражение. Делегат или лямбда-выражение это указатель на функцию. То есть мы можем определить указатель на функцию и потом его использовать. То есть вот здесь addMoneyProtts это процедура, которая добавляет деньги. То есть мы присылаем имя этой процедуре, но делаем это немного, скажем так, нестандартным образом. Вот здесь то же самое. И в дальнейшем тут у нас создается хэш. Хэш это структура данных. Сегодня мы, ну, я, крайне мере, планирую начать массивы. На следующем уроке, может быть, до хэша и дойдем. Структуру данных, которая называется хэш. Что это такое, я расскажу потом. Вот, ну, важно здесь знать, что используется вот этот указатель. В общем, вот эту программу в течение двух-трех уроков вы должны понять, как она работает. У вас не должно быть по ней вопросов. Если какие-то вопросы будут, то я вам подскажу и постепенно будем разбираться. То есть вот эту ссылку сохраните себе, куда-нибудь запишите и будем периодически возвращаться. Итак, начну с того, что расскажу вам, что такое функция, подпрограмма, метод или процедура. На самом деле, все это синонимы. Я могу в одном месте говорить функция, в другом подпрограмма, метод, процедура. это одно и то же. Так что не пугайтесь новых терминов и определений. Давайте я покажу, как нам создать новый метод или, выражаясь в терминах программирования, определить метод. Как мы помним, у нас стандартный блок заканчивается and и начинается там с какого-то ключевого слова. В этом случае ключевое слово у нас будет def def после которого мы пишем имя метода. То есть, допустим, def я напишу get password что такое def это в переводе с английского слово define то есть, define это значит определить то есть, определяем функцию которое называется get password Небольшой такой момент. Допустим, как это все используется. То есть, у нас есть какая-то программа там, что-то мы написали и вот здесь мы можем вставить вызов в определенную процедуру вызов определенной процедуры из какого-то там другого места программы. Эта процедура выполнится здесь что-то будет и она вернется к следующей инструкции и программа пойдет работать дальше. Здесь если это у нас процедура наша функция напишу процедура если она называется get password мы сделали def and get password там то как мы видим здесь можно ей передать дополнительный параметр какой-то параметр и возвратить она может какое-то значение зачем это надо сейчас покажу на примере и так я иду в c project создаю баг slash 9 у меня будет и переношу создать клавишу 7 напоминаю перенести это f6 bug slash 9 пишу все каталог полностью перенесен lesson 9 отлично ну я напишу def demo rb напишу def ну для начала что-нибудь простое print attend this не знаю правильно я написала слово по-английски или нет то есть я хочу вывести на экран просто всех имена всех учащихся у нас в нашем классе скажем алексей дмитрий тут роман и так далее дальше я здесь пишу какой-нибудь код переключаю кодировку нажимаю f8 сегодня сегодня у нас на занятии пишу print attend this самая простая процедура которая только может быть давайте запустим ruby def demo то есть то есть простой вывод зачем надо было создавать процедуру а почему мы просто не писали puts ну просто вот этот код вот этот код который здесь находится он как это говорится будет reusable то есть можно его использовать еще раз то есть мы можем написать puts в следующий раз наверное придут я напишу еще раз print attendees attendees и запускаем то есть я написал код два раза вот этот puts алексей дмитрий роман так далее я всего лишь вызвал процедуру то есть как бы все довольно просто есть по этому вопросу напишите в чате ну отлично да так создадим второй пример def demo 2rb encoding cp 866 8 как вызвать из другого файла это попозже сделаем так def get password то есть сейчас вот этот самый первый пример мы просто вызывали вот эту процедуру и не передавали ей никаких параметров то есть она у нас была без параметров и значение мы не возвращали сейчас мы попробуем возвратить какое-то значение попробуем возвратить значение и здесь есть небольшой нюанс здесь я напишу print type password могу прокомментировать по-русски видите пароль насколько вы помните комментарии комментарии не учитываются и начинаются с решетки здесь я напишу return return в переводе с английского означает возвратить я пишу сразу get и chomp например end то есть для возврата значения мы использовали ключевое слово return в других языках return или return как по-русски говорят тоже используется в javascript в c в java в общем везде используется это ключевое слово для возврата значения из какой-либо функции и посмотрим как это работает здесь я напишу просто например print или puts я вот так вот сделаю переменную заведу которая будет называться password напишу get password или какой-нибудь xx чтобы путаниц не было чтобы было понятно что это совершенно другая переменная напишу xx password пишу puts был введен пароль так xx пароль запустим ruby navdemo ввожу какой-нибудь пароль там и она пишет мне был введен пароль то есть из функции возвратилось какое-то значение есть вопросы вот по этой конструкции если нет то сейчас расскажу одну фишку был введен пароль фишка заключается в том что по умолчанию ruby возвращает последнее скажем так результат последнего выражения если точно выражаться результат последнего выражения даже можно я это напишу результат последнего выражения выражение это ну в данном случае у нас вот это выражение вот это у нас тоже является выражением и мы можем вот это удалить и результат вот этого выражения он будет возвращен. Давайте посмотрим как это работает. То есть мы убрали ключевое слово return. Ретурн убрали. Я напишу пароль. То есть все то же самое. Абсолютно также работает. То есть просто return вы можете опускать. Кстати одна неочевидная вещь. Заключается в том, что результат последнего выражения может быть также какой-нибудь операцией. То есть мы можем написать getsChomp плюс добавить и что-нибудь zzz. Я ввожу какой-нибудь текст и он добавляет zzz. То есть это выражение и результат этого выражения возвращается. Я могу здесь написать умножить на три. Это значит, что будет повторено три раза. То есть если я введу ку-ку. Допустим не ку-ку. Допустим 1, 2, 3. Вот он мне повторил 1, 2, 3 три раза. Если я введу 2 плюс 2. То есть тоже он возвратит мне результат последнего выражения. То есть выражение 2 плюс 2. Здесь просто указываем выражение какое-нибудь. То есть мы с вами рассмотрели вот этот случай, когда возвращается какое-то значение из процедуры или функции. можно также передать параметр. Параметр пока не будем. Хотя ладно, давайте сделаем. Хотел просто еще рассказать про переменные в процедурах. 17 минут я уже говорю. Ладно, давайте. Итак, переменные. Напишу dev demo3. Не переменные, точнее, а параметры. Напишу какой-нибудь print name. И здесь что-нибудь puts. а или например greeting. Здесь name. Так. Напишу hello. name. Здесь print greeting. Ну, написать приветствие. show. Роман. Попробуем запустить. Ruby. Def demo3. То есть для того, чтобы передать какой-то параметр, какое-то значение этой процедуре, мы просто после имени указываем название переменной. И эту переменную потом можем использовать так же, как и везде, в принципе. Здесь то же самое. То есть мы для того, чтобы передать параметр тут, мы просто после имени определённой уже, определённой в том смысле, что мы определили этот метод, просто пишем какое-то значение и всё. И нас передаётся. Можно несколько параметров передать. Скажите пока вот с одним параметром всё понятно. То есть всё понятно, как передать, как вернуть значения. Вопросы, может, у кого-нибудь есть. Так. Зачем нужен этот def, его функционал? Def, да, это микропрограмма. То есть зачем нужен? Здесь я объяснял, что мы можем вот эту программу изменить. То есть написать вот так вот. И всё тут будет иначе, да? Просто вам придётся писать то же самое два раза, и это неудобно. А если надо три раза вывести, то вы потом будете в трёх местах это всё менять. А когда def, это просто подпрограмма, и вызвали, и всё в одном месте. То есть для того, чтобы не было избыточного кода. Да, вот здесь правильно вам сказали. Так. Def, это типа подпрограмма. Ну да, подпрограмма. С def и начинается описание нашей подпрограммы. Всё правильно. Так. Дальше. Есть такая хитрость. Я напишу def demo4rb, да? И напишу что-нибудь. Давайте def demo4rb. Вот эту возьму. Готовая уже. Def demo4rb. Готовая. GetsChomp. GetsChomp. Здесь я напишу. xx. Даже не xx. Выпустим. Переменную a введу. Напишу a равно 1. А здесь напишу puts a. или вот так. Переменная a равна. Сейчас проверю. и потом вам задам вопрос. То есть, смотрите. Переменная a равна 1. Теперь здесь я пишу. a равно 2. boom. И вопрос в студию. Чему будет равно значение переменной в этом случае? То есть, есть у вас идеи? Вот. Говорят одному. Может быть, у кого-то другой есть мнение? Ну, здесь если бы она да, я вам как бы дал подсказку. Все правильно. Переменная будет равна единице. Потому что внутри метода все переменные определяются заново. То есть, переменная a это уже будет совершенно другая переменная a. Почему это так, а не иначе? Это я расскажу потом, когда мы перейдем когда мы будем рассматривать классы и объектно ориентированное программирование. Вот это такая специальная фишка, то есть, как бы, защита. а если бы там было написано a, тогда было бы 2. а return a ну, наверное, нет. Наверное, не было бы. По крайней мере, я так думаю. Ну, попробуйте. Так. Возникает вопрос. Как же сделать так, чтобы переменная a ну, давайте сначала проверим вот этот вариант, а то я вам не показал. Я запускаю RubyDem4. Ну, и на самом деле переменная a равна единице. как же сделать так, чтобы переменная a использовалась здесь? Может быть, знает кто-нибудь уже? Есть такие, кто знает? Нет? Как использовать переменную a а внутри давай, как говорят, не томи. Ну, надо, чтобы кто-то подумал. Может, у кого-то идеи будут. Все правильно. Глобальная переменная должна быть. Чтобы определить глобальную переменную, мы ставим такой знак собачку впереди. собачка впереди. Собачка впереди. Но это еще не все. Эту собачку надо поставить везде. То есть, здесь, здесь и здесь. Это означает, что мы обращаемся к глобальной переменной. И тогда у нас все заработает. Попробуем ast. Вот. То есть, переменная a равно двойке. все очень просто. Вы, кстати, старайтесь все это записывать. Так. Сейчас посмотрим, что у нас дальше. у нас будут потом задания. Сейчас я буду рассказывать дальше. Так. Что такое? Поясните, что такое глобальная переменная? глобальная переменная. Почему 2? А не единица. Да. То есть, поясняю, что такое глобальная переменная. Дело в том, что у нас вот есть программа, а есть какие-то функции. да? Одна функция, вторая, третья. Переменные вот тут, вот тут, и вот тут, и вот тут, и вот тут они везде разные. То есть, если мы напишем a здесь, и вот здесь они будут везде a, то это будут разные a. потому, что они существуют вот в пространстве вот этой функции. И, соответственно, это у нас тоже пространство. А если мы напишем с собачкой, вот эта переменная с собачкой, она будет существовать вот тут. Но мы можем не a поставить, мы можем b поставить или b, 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 это не важно. То есть, важно то, что есть собачка. Собачка нам говорит о том, что эта переменная будет помещена, точнее не помещена, а будет доступна и здесь, и здесь, и здесь, и здесь. То есть, она будет просто доступна везде. Вот и все. То есть, просто переменная, которая везде доступна. Так. Получается, что переменная переопределилась. Ну да. Ну, не переопределилась скорее, а просто переменные присвоилось значение. Потому что определяется Ruby определяет переменные в тот момент, когда он встречает их первый раз. То есть первый раз он встретил вот эту переменную, и он вот в этом месте ее определил. А вот в этом месте он ее встретил уже второй раз. Тут он ее не определял, а он ее уже нашел и присвоил значение. В других языках определения переменных нужно самостоятельно задавать например в C ну и производных там C++, C Sharp от Ruby. Не нужно задавать, то есть просто присваиваем и вот тут она определяется, когда встречается первый раз. Поэтому она если точно выражаться, то не переопределилась, а ей присвоилось значение. Она уже была определена. Так, а внутри что любая переменная видится только внутри конкретной D. Что-то не понял Алексей, что спросил. так, кое-кто не понял, почему 2 все равно объясняю, почему 2. То есть смотрите, первый раз у нас присвоилось значение единица. Вот этот код он не выполнился еще. То есть до этого момента он не выполнился. До этого вот момента. А потом ну тут выполняется код и он идет вот сюда. И вот этой переменной присваивается значение вот этой вот переменной A, которую мы определили вот здесь в самом начале. присваивается двоечка. То есть из-за того, что выполняется вот этот код, вот эта процедура называется getPassword. Вот и все. Понятно немного или нет? схема с областями видимости. Еще нагляднее A в первый раз по функции написать. Ну да, давайте сейчас тогда давайте сейчас я тогда просто сделаю примерчик попроще. def.demo5.rb и глобальная переменная A равно 1. Здесь я напишу def.myproc моя процедура. Процедура ничего не будет делать. только будет присваивать. Напишу A равно 2 и вызову ее myproc так и давайте тут сделаем encoding cp 866 8 первый раз выводим переменную A потом напишем тут второй раз и напишем третий раз сейчас я проверю и скину вам эту программку для тех кто не понял да все работает так paste 2 рубя так вот кое-кто пусть посмотрит вот на эту программу ну или на мой экран так что здесь происходит как мы видим вывод у нас 1.1.2 то есть в первый раз переменной A уже присвоено значение 1 потом def говорит о том что процедура определяется процедура определяется но она не вызывается то есть мы ее определили вот этот код он пока не срабатывает пока мы конкретно вот эту процедуру не вызываем второй раз переменная чтобы это продемонстрировать я написал второй раз То есть второй раз переменная a у нас тоже равна единице, потому что этот код не вызвался еще, хотя мы его тут написали. А тут мы уже вызываем вот этот код. Вот этот код мы уже вызываем в 13 строке. Ну и дальше третий раз у нас просто код вызвался и изменилось значение. Понятно это или не очень? Ну да, отлично. Все правильно. До вызова функции код в 13 не работает. Да, не работает он по простой причине, потому что... Дело в том, что когда много процедур, если код будет работать, то получится вообще какое-то безобразие. То есть это неудобно. Поэтому сделали так, чтобы код, который внутри DEVEND, чтобы он не работал, а чтобы его надо было вызывать, когда это необходимо. То есть он пропускается здесь. То есть мы можем несколько раз менять глобальную переменную. Да, можем несколько раз менять глобальную переменную, можем несколько раз менять любую переменную, потому что само название переменной говорит о том, что переменную можно менять. Кстати, задание вот кое-кто, пусть уберет вот эту собачку и попробует запустить программу. И увидите, как изменилось поведение. То есть у нас в принципе ничего не поменяется, потому что если убрать собачку, то здесь будет переменная a, которая будет только внутри процедуры определена. Так, едем дальше. Едем дальше. И dev demo 6. Ну и потом небольшой перерывчик сделаем. dev demo 6. Я пишу dev. И вот так. Get command. End. Recording. P866. Напишу return. Left. Почему я написал return? Сейчас я вам расскажу. Так, я напишу puts. Получено. Команда. Command. Ну. Пусть у нас это будет переменная. потому что потом мы ее будем использовать. Get command. Запускаю. Ruby. dev demo 6. То есть пишет получена команда left. left. Здесь я опускаю теперь return. У нас получается просто left. То есть мы знаем, что возвратится результат последнего выражения. Последнее выражение это просто left. Вот и этот результат возвратится. Сейчас я продемонстрирую. то есть то же самое выводит. Получена команда left. Давайте на этом небольшой перерыв. Ну. Пусть будет 5. 5-10 минут. Давайте лучше 10, чтобы все сходили покурить кому надо. И задавайте вопросы. Если у кого-то есть вопросы, я пока отвечу. А дальше мы перейдем к следующей теме, которая называется символы. Да, вот забавно, что просто так строку можно написать внутри функции. Такое. Поэтому я написал сначала return, чтобы вам было понятнее. Здесь можно написать это. Не только строку. Можно написать 2 плюс 2. То есть это будет 4. Площена команда 4. Или там. Умножить на 2. Не важно. То есть выражение, результат последнего выражения. Можно здесь вообще вызов другой процедуры написать. Почему нет? Можно сделать def get x там end здесь я напишу 2 плюс 2. Здесь напишу get x например. То есть можно так сделать. все сработает. Могу get x умножить на 2 написать. так. Роман, можешь свои примеры выкладывать куда-нибудь после урока. Чтобы их всегда можно было посмотреть, пощупать. Могу только я вот уже один пример изменил. Я его уже не знаю как выложить. Но вообще вообще да. Комментарии резонные надо куда-то выложить. Так. Return. Когда она нужна, когда нет. В принципе она никогда не нужна. Я ее я рассказал про return этот только для того, чтобы вы знали, что он существует. То есть можно его всегда опускать. Так. Return определяет, что именно процедуру возвращает наружу. Да. Изменения не страшны. Да. Пример кода чтобы освежить в памяти. Хорошо. Тогда какие правила хорошего кода в рубе. Правила хорошего кода я бы сказал, что это без return. Return не используйте. это просто выход из программы вообще. То есть вообще завершить программу. А return это как бы скорее не возврат, скорее переводится не как возврат, а как возврат значения. в таком смысле. Возврат значения. Break работает в функции. Break по-моему в функции не работает. Да. Можно кстати использовать return просто чтобы выйти из функции. То есть как Analog Break Да. Правильно сказали. Return Analog Break Так. Ладно. Это надо будет повторить. Когда всё придёт. Так. вопросы Алексей. У Алексея. У Алексея что-то давайте дальше. Хорошо. Ну я немножко ускоряюсь. Я не даю вам особо много заданий. Потому что они у нас много времени отнимали. Ну и в принципе все ребята задания делали. Поэтому сейчас ещё будет не очень понятная тема, которая называется Символы. Но это через пять минут. Я пока отойду. Так. что вы слушаете. что вы слушаете. Символы. Символы. 24 27 30 43 14 300 здесь 17 13 17 15 15 19 15 18 19 Продолжение следует... 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 запоминать. Просто надо знать, что есть оперативная память и все, что в Ruby создается, все, что вы вводите, все переменные, переменные A, B, X, где-то может быть, все это хранится в такой вот куче. То есть, хип, это переводится как куча. Для того, чтобы Ruby мог обращаться к этим переменам, он использует указатель. Ну, что такое указатели, здесь, в принципе, не обязательно говорить. Но важно понять, что вот здесь вот существует переменная A, но может быть также другая переменная A. Вот у этой переменной A может быть другое значение. То есть, у этой переменной A будет значение A, но это переменной A. Там 2, здесь, то есть, переменные могут быть с одинаковыми именами и много значений. То есть, здесь просто содержатся какие-то значения. То есть, множество разных значений, все подряд. объект. И объект. Что такое объект? Объект это просто какая-то определенная часть памяти, которая принадлежит, ну так, в React, принадлежит какому-то куску кода. объект. Так, у нас что-то тут с Connect. Ну-ка, да нет, вроде. То есть, объект это просто какой-то участок памяти, другими словами. Вот и все. Как же это используется? Дело в том, что когда мы вводим какую-то строку, например, строка AAA в Ruby, то она помещается в память и там остается. Если дальше мы вводим еще одну строку, можем ввести AA или AAA или AABB, то она тоже поместится в память. Если мы введем вот тут AAA, то она тоже поместится и вот это AAA и вот это. Это будут разные объекты. То есть, один будет вот здесь находиться в памяти, другой будет находиться вот здесь. То есть, смотрите, я сейчас напишу вот такую программу. назову ее Memory Demo, да, RB. Так, Memory Demo и скажу, что 1000 times, 1000 times, do, and вот так вот я просто сделаю. Эта программа выполнится и она у нас просто объект AAA будет создан в памяти тысячу раз. То есть, если у нас есть какая-то память, то она просто будет заполнена. То есть, вот здесь будет объект AAA, вот тут, вот тут, вот тут. То есть, просто эта память вся заполнится. Но когда программа завершится, то это все уничтожится, то есть, пропадет. Это не очень удобно. не очень удобно, потому что, ну если 1000, это ладно, а если мы напишем миллион, то у нас это займет еще больше памяти. Как бы не очень хорошо это. Не очень хорошо по следующей причине. Вот тут где эта демонстрация. Демонстрацию я немножко изменил уже за время перерыва. Давайте я верну ее в исходное состояние. Смотрите. Здесь я писал left, да? Ruby devdemo 6. То есть, получена команда left влево. Дальше давайте эту программу немножко изменим. Напишем так. if command равно left putz допустим. Конструкцию if мы уже знаем. Если полученная команда равно влево, то мы пишем putz а робот едет влево. иначе ничего не напишет. И я запускаю. То есть, программа работает. Теперь казалось бы, отличная программа. В принципе, можно так и оставить. но в Ruby вот в целях экономии памяти были введены введено такое понятие, как символы. Символ в принципе, это довольно просто. Символ обозначается вот так. То есть, начинается с двух точек. по-английски. Так они, если будете где-то искать символ. То есть, начинается он с двух точек. Дальше мы уже пишем имя этого символа. Имя, допустим, кто-нибудь, в нашем случае это будет left. Сейчас я изменю эту программу и посмотрим, как она работает. То есть, я вот тут пишу left. И вот тут уже тоже делаю left. В принципе, вот такие небольшие изменения. Давайте посмотрим, как работает. робот едет влево. В принципе, все то же самое. Только мы использовали символы. Почему мы использовали символы? Ответ очень простой. Дело он будет размещен вот тут. Если дальше мы к нему дальше мы его используем, он не будет размещен вот тут, как в случае, если мы с какой-нибудь переменной, а он будет снова размещен вот тут. Вот и так далее. То есть, все они в одном месте памяти просто. Такая вот простая вещь. Есть ли вопросы до текущего момента? Если нет, то я постараюсь дальше. Символы для ускорения и оптимизации. Все верно. То есть, символы для ускорения и оптимизации. Для чего это применяется? То есть, это применяется, ну, вы можете их не использовать, но только, то есть, вы можете вот так вот писать все время. Left там получена команда, да. То есть, можете все время вот так писать, но просто если вы будете так писать, то программисты другие скажут, что вы не true и вы не настоящий программист, потому что эта команда расходует много памяти. Если мы вот так вот введем здесь один миллион раз, do to end, у нас будет израсходовано очень много памяти вот на этот left один. А вот так у нас программа памяти расходовать не будет. Вот и все. То есть, все это довольно просто. символ пишется, но начинается с двое точие. Так, запускаем. Запусти, Юрий, говорит. Кому он говорит? Не знаю. Мне, наверное, или кому-то еще. Рубим. Давидим на шесть. Ну да. Так, ну, с символами на самом деле можно работать так же, как с другими, так же, как и с переменными. То есть, вот тут мы можем написать cmd равно left можем написать return cmd. На самом деле оно вернется, как бы результаты этого выражения это и будет left. Просто я написал return, чтобы вам было понятнее. Вот. Или можно просто тут cmd написать. это тоже будет работать. То есть, робот едет влево. Теперь можно переменные символами назначать. Можно, да. Переменным присваивать значение символов. Глобальные символы. Ну, в принципе, символы, они и так глобальные. Кстати, есть такая штука. Давайте сначала вам задание дам, а потом расскажу немного. Задание, короче, следующее. Вот это я вам скопирую сейчас. На основе этого вы сделаете create paste. Вот так. на основе чтобы get command переменной смд присваивалось случайное значение символа left, right, up, down. И чтобы программа писала робот едет влево, робот едет вправо, робот едет вверх, робот едет вниз. Давайте я даю вам три минутки. Я пока водички попью. Время . Поехали. Продолжение следует... 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 Дальше... Продолжение следует... 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 так массивы говорят давай массивы давайте я вам расскажу про символы еще немного то есть я покажу разницу так напишу так символ демо символ демо.рб равно ааа вопрос всем напишите в чате все что выведет на экран эта программа напишу тут первый случай первый случай потом напишу так пуц ааа или не так вот ааа равно равно ааа так же это у нас будет второй случай так что в первом случае что во втором случае у нас выйдет программа выведет программа на экран в принципе вы должны знать уже да да true true ну пока все довольно просто дальше дальше третий случай ааа ааа четвертый случай я думаю что выйдет вот так true 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 так что у нас там false true давайте проверим давайте проверим давайте проверим проверим так чищу экран команда и cls ну cls вообще Ruby символ дима да true true false true то есть почему это так ну почему это так программку скину что ли вам equals сравнивает объекты правильно кстати небольшая демонстрация символов вот я вам программу скинул а сам переключусь IRB IRB на самом деле очень полезная вещь и постепенно вы ее будете немного по-другому воспринимать вот смотрите когда мы напишем ааа допустим object id если я не ошибаюсь вот и еще раз я написал ааа object id то есть тут показывается что это один объект а это уже другой несмотря на то что строки одинаковые это два разных объекта то есть идентификатор объекта разный вот ну в принципе когда мы сравниваем эти два объекта то у этих объектов эти объекты нормально сравниваются то есть строки равны символ символ если я введу какой-нибудь символ ааа напишу object id и еще ааа object id вы видите что это один и тот же объект то есть он лежит в одной и той же части памяти то он не создается заново и вот этот оператор который equal он просто сравнивает объекты то что называется по ссылке то есть он сравнивает вот эти вот значения айдишники то есть если я напишу ааа он напишет fails то есть эти объекты не равны потому что он сравнивает вот это и вот это то есть как бы сравнивает указатели ну или идентификаторы объекта вот в рубе это идентификаторы наверное он сравнивает а вот в си плюс плюс там сравнивается указатели но это неважно в общем эти объекты не равны хотя они и одинаковые а вот эти объекты уже равны такой забавный момент который вполне может быть на собеседование где-нибудь могут вас спросить а чем символы отличаются от строк почему мы используем строк и расскажите нам подробнее вот вы можете это рассказать два разных объекта да то есть такое довольно как бы непонятная довольно вещь так ладно с этим разобрались ну давайте приступим к массивам массива вещь в принципе довольно простая а кирилл не понял а ничего страшного но хорошо что сказал потому что возможно кому то тоже не совсем понятно объясняю объясняю вот по этому примеру который ссылку я вам дал допустим мы пишем так а а а а а а а вот это у нас память компьютера да когда мы так написали у нас тут а когда мы написали так ну просто в руби программе написали прямо взяли и написали то есть вот это все можно взять и написать в руби программу когда мы написали вот так это у нас попало в ячейку с памятью 3. Когда мы еще раз написали вот так, то это у нас не попало в ячейку с памятью 4. Руби увидел, что есть такое и все. Он будет обращаться к ячейке с номером 3. И когда мы сравниваем ААА, то эти строки сравниваются по значению, когда мы этот оператор пишем. То есть ААА равно ААА. Это понятно. Но когда мы сравниваем номер ячейки, то понятно, что у нас 1 это не 2, то есть 1 не равно 2. А здесь 3 равно 3. И поэтому пишется у нас вот в этом случае FALSE, потому что 1 не равно 2. Сравнивается как бы по номеру ячейки в памяти. В этом случае у нас пишется 3 равно 3. То есть ячейка в памяти компьютера с третьим номером. Ну просто как бы сделана для экономии памяти. Так, как только ты вводишь строку ААА, создается объект номер 1. Ну да. Два разных объекта. В Руби все объект. Все верно. Вот привет я символ. Ну привет я символ не получится. Получится только привет. Так. Как определить класс символа. Так. Ладно. Кирилл, если будут вопросы, тогда останьтесь. После я расскажу вам. Если есть у кого еще вопросы по этой теме, задавайте. Сейчас пойдем дальше. Немножко про массивы расскажу. Сегодня много говорить не буду, потому что что-то горло побаливает слегка. Поэтому сейчас минут 15-20. Массивы. Итак. Как же они устроены? Что это такое? Массив по-английски пишется как array. Если где-то будете искать, пишется так и ссылочку сразу вам дам на документацию. Это будет, кстати, вашим домашним заданием. Посмотрите вот эту ссылочку. То есть, здесь все рассказано про массивы. Что такое массив? Массив это просто набор. То есть, можно здесь вот написать не массив, а в скобочках набор. Набор чего? Набор объектов. Просто какой-то набор объектов. И с этим набором мы можем производить различные операции. То есть, набор объектов там. Какие-то значения. 22, 31, 5. Какая-нибудь строка может быть. Какое-нибудь имя. Вася. Потом 44 там. Здесь 1,4. Здесь 8,8. И так далее. Вот это все массив. В массиве массивы в рубе есть такое слово гомеоморфные. По-моему, это означает то, что в массиве могут присутствовать объекты любого типа. То есть, и строки, и числа. Чтобы определить массив, используется такое выражение. array равно вот так вот. Ну, можно написать вот так. Можно написать 1,4 там. там. И так далее. 22, 31. В этом случае у нас определился пустой массив. 3 элемента в массиве. Сейчас я покажу, как это работает. 3,5. 3,5. 3,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 5,5. Давайте вот так напишем. 1,2, 4,5. И вывод массива на экран. Это просто можно вот так написать puts. ArrayDemo. ArrayDemo. Я запускаю Ruby. То есть, всё очень просто. Здесь мы определили набор каких-то данных. Здесь мы его вывели. Массив может быть пустой. То есть, допустим, мы задаем пустой массив. В этом случае ничего не будет выведено. Можно добавлять значение в массив следующим способом. мы пишем arr и допустим 1,4, arr, r, 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 r. То есть, такая запись это добавление значений в массив. В принципе, всё просто и давайте тогда небольшое задание на следующем уроке продолжим. Так. Задание следующее. Задание сейчас выполним. Программа должна спрашивать. Введите ваш любимый свет. Или стоп для выхода. Да что форум. Это задание на этот. Это не домашка. Это сейчас мы будем делать. Так. Сейчас я просто соображу один момент. Идите ваш любимый цвет. Программа должна записывать значения в массив до тех пор массив и не выводить. Тех пор пока не пользователь не ввел стоп. Когда введено стоп, программа должна выдавать список любимых цветов. Вот. Давайте я вам даю на это, не знаю, пять минут. Думаю, хватит. Постарайтесь сделать за пять минут. Почему я написал, потому что хотел сам собраться с мыслями. Так, пять минут вам даю, а дальше буду я делать. И покажу, как сделал бы я. Все. Спасибо. 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 Есть такие, кто сделал уже? Да, есть, отлично. Отладка. Так, попробую я сделать, потому что у меня не получится. ARGDEMO2RB1CP86 Принт. Видите, ваш любимый цвет. Напишу так, while true. То, что мы проходили на предыдущем уроке. Напишу не while true. 2 плюс 2 равно 4. Шутки ради. Так. Видите, ваш любимый. Кто сделал, тот пусть попробует, чтобы список цветов вводился в обратном порядке. Так. Принт. Ваш любимый цвет. Color Nuggets. Здесь у нас, наверное, давно почему-то. не было. If color no stop. ну и вот тут нам надо EXIT и PLOTS вот это должно по-моему работать, так сейчас проверим руби так отладка red blue green stop так почти сделали Сергей сделал так те кто сделал как я уже сказал пусть попробует чтобы в обратном порядке список выводился те кто сделал в обратном порядке пусть попробует чтобы чтобы уникальное ну чтобы если цвет ввести два раза это не учитывалось то есть сейчас напишу даже даже кто сделал первое в обратном вывод в обратном порядке чтобы цвет не учитывался два раза да он Багаев Алексей уже все спалил ладно сейчас я тогда вам скину код который я написал так вот этот код то есть все довольно просто пока мир не сошел с ума и 2 плюс 2 равно 4 мы спрашиваем пользователя введите цвет он вводит мы обрезаем white space то есть пробел табуляцию конец строки еще там чего-то по-моему если цвет равен стоп то мы выводим и выходим а тут мы добавляем почему я вот эту 16 строку поместил ниже блока if потому что если я помещу выше то стоп тоже будет добавлен в список цветов а я этого не хочу вот здесь когда у нас есть список любимых цветов в массиве мы с этим списком можем делать все что угодно любые операции которые применимы к массиву то есть вот тут мы можем например добавить puts R reverse это в обратном порядке если я введу red blue green потом stop у нас массив как бы перевернется получится green blue red если сейчас я введу red red потом stop у нас будет три элемента в массиве если я выведу unique то тут напишу unique то у нас будет будут уникальные элементы то есть всего лишь один элемент вот кстати этот unique как раз мы подошли к тому инбокс на лепре вот как раз там есть вот этот unique там массив немного по-другому определялся но он там используется в инбоксе на главной картинке так great 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 так ну вот тут есть ссылочка которую я вам дал здесь все эти unique разбираются любые операции с массивами тут они разобраны и очень подробно рассказано про все то есть на все случаи жизни здесь что то есть то есть и удаление но я потом расскажу про удаление итераторы тут разные и так далее то есть все что хотите различные операции для добавления для извлечения такая вот интересная штука но мы на следующем уроке поподробнее будем еще разбирать эту тему еще я расскажу чуть-чуть про массивы и перейдем к следующей теме которая называется ну это следующая основная структура данных которая называется хеш хеш массив это как бы такая самая простая структура данных а хеш это структура данных чуть посложнее так сегодня мы прошли функции символы массивы ну немножко меньше сегодня мы сегодня вы делали немножко меньше писали ладно тогда домашнее задание у нас один день домашнее задание следующее вот эту ссылку посмотрите попробуйте смотрите повнимательнее попробуйте ИРБ сделать особенно такие вещи вот такие вещи array new вот обратите внимание на array new как он инициализируется потому что есть сложные случаи некоторые например такой случай то есть вот с такими фигурными скобками если поймете то поймете если не поймете то ничего страшного вот это первое а второе если что-то непонятно было в видео присмотреть видео ну и третье у вас уже должен быть какой-то проект то есть я вам говорил на прошлом уроке что вам надо выбрать какой-то проект если вы будете делать только домашние задания то к сожалению вы не будете продвигаться чтобы продвигаться дальше нужно исходить из того что вам нужно а не то что вы уже знаете только тогда будет какое-то движение так что выбирайте какой-то проект и делайте свой проект на этом мы заканчиваем наше занятие если у кого-то есть вопросы то тот может остаться а всем остальным желаю спокойной ночи и до встречи в четверг